О, какие гавкучки охранницы. Сейчас облаяли тут прохожих, проходящих. Видите? Привет, собаки! Привет, собачки! Привет, красавицы! Привет, жучечки! Собачинцы! Что, одна уже пошла, да? Ну и ты давай тоже. Ну, хочешь, постой, посмотри, ты красивая. Ну так вот, пришлось продавать трансляцию, снимаю теперь видео. Значит, я на районе Педра-Альбес нахожусь. Посмотрите предыдущие трансляции, когда они загрузятся. Я уж не знаю, какое видео вы сначала посмотрите и потом. И я иду по улице, по проспекту, точнее, Авенида Персон, на котором находится наше российское консульство. И в трансляции я его показала. Ну, не первый раз в моих видео фигурируют пейзажи данного района. И его, так сказать, заведения, учреждения, в том числе наше консульство. И сегодня я гуляю, показываю вам окружающие виды и то, что встретится мне по пути из интересного. Так, я иду вот туда прямо. Если кому на остановку, так скажем, автобуса и прочего, это вот туда вниз. А я иду вот туда. Вот, начала рассказывать, так не дорассказала трансляции. Значит, я иногда здесь маску спускаю, потому как все время идти в гору. Все время в гору, да в гору. Не так легко, дышать надо более свободно, поэтому спускаю. Но поравнявшись, так сказать, с кем-либо из прохожих, я маску обратно надбегаю. Что и прохожие делают, как раз в конце этой трансляции было видно. Вот вам цветочки. Такие встречаются нередко. Так, сейчас будем смотреть тут, что тут цветет, расцветет. Что собирается. Вот драцина. Видите, драконовое дерево. Это его бывшее соцветие, а теперь плоды. Вот. Вот еще драконовое дерево. Видите, вьющиеся растения, как красиво оформляют любую поверхность. Ну и растения типа самшит, туя, кипарис. Вот поддаются стрижке и тис и так далее. И формируют тоже очень красивое такое украшение. Ну вот тоже домики педральбеса. Вот он, вон он белый. Педральбес белокаменный. А этот, видите, такой рыженький, скажем так. Домик. Он мимоза впереди. Точнее, это акация серебристая. Да, вы знаете, что то, что мы называем мимозой, это акация серебристая. Сама мимоза выглядит несколько по-другому. Вот. А мимоза это то, что вот у нас дарят на 8 марта. Он здесь уже расцвело в конце января. Как раз они этими мимозами расцветают. Понятно, что это зависит от холодильника. Нужно прерываться и показывать. О, смотрите, тоже подмерзло в некоторых местах. Вот видите. А здесь нормально одни цветы остались. Но, точнее говоря, цветы расцвели позднее. Вот видите, свеженькие листики. И цветочки. Растения, как говорится, поделить у нас на затяжке. Здесь весьма, так сказать, поредила. Ну, наверху ничего так. Хотя листья такие, знаете... Ну да, но листья на зиму, я так понимаю, спрасывает. Вот, а новыми пока еще не совсем, так скажем, обзавелось. Ну, вот так выглядит верхняя часть Авени де Персон. Там еще к ней улицы примыкают. Видите, вот здесь Педральбас. Вот здесь Калсерола. Такое место, похожее на пустырь. Вот это Педральбас. Вот там, в конце, где стоят площадки, налево находится подъем в гору. Вот мы сейчас с вами туда идем. Какие красавицы. Ну, вот цветут цветовые деревья. Как дикие, как говорится, так и культурные. Ну, все знают, да, в южные места, кто едет уже в мае, фрукты начинаются, ну, соответственно, прикиньте, как это все, когда должны цвести. Ну, вот в конце января как раз. В конце января, феврале. Вот как раз, чтобы в мае было. По-прежнему проходим места, похожие на пустырь. Вот сейчас вот сюда. Здесь много достаточно, которые тоже туда же идут. Куда и я. И оттуда идут. Вот вам цветущее дерево. Пожалуйста. Сейчас я сфотографирую его. Ну вот. Пожалуйста. Вот весьма такая людная тропа. Я помню, мы здесь в последний раз были. Ну, в крайний раз, так скажем. Так, а мы в крайний. В общем, были мы здесь с кукошкой. С нашим большим птичиком. Вот здесь гуляли. Но это был март. 18 марта голосования 2018 года. Выборы президента. И трава уже была довольно приличная. Это, видите, вся побитая трава. Потому что зимой явно были здесь заморозки. И здесь тропы. Вот раз, два. Это можно идти туда наверх, как раз на Калсиролу. Куда я сейчас и направляюсь, кстати. Вот здесь мы туда гуляли. Удивляли всех. Как это петушок гуляет. Вот так вот. Как собаку его выгуливают. Ну, он так выгуливался у нас. Вот. Где-то наша маленькая птичья сейчас летает. Наверное, гнездо свела. Которая маленькая птичья. Канаревичный вьюрок. Получается, у нас большая самая птичка была. И практически самая маленькая. Ну, курочки это не самые большие птички. Есть и страусы, конечно. Но все-таки. Показываю вам вид на Барселону. В том числе и море. И видимость частично, так скажем, облачная. Ну, уж как есть. И море видно. И город. Туда спуск. Это в парк Педральбес. И там монастырь Педральбес. Чуть ниже. Ну, в общем, нам не вниз сейчас, а вверх. Нужно идти. Вот. Куда я и направляюсь. Мы с вами направляемся. Тут люди гуляют с собаками. Ездят на горных велосипедах. В общем, развлекаются как могут. Так. Вид на Барселону. Частично вон там внизу настроение Педральбеса. Ну, и так вообще. Ну, в общем, на город. Маску я не снимаю, потому, может, говорю невнятно. Вот эта тропа, по которой я взошла. Народу много. Надежда увидеть хрюшек. То бишь лесных кабанчиков. Как-то стремиться к нулю. Потому как народу много. Ну, вот вам виды города. Вот вид на Тибетабу. Пожалуйста. Вот этот кран тоже стоит в районе Педральбеса. А сейчас Педральбес прячется вот там. За зеленью. Вот здесь вот. В общем, вы его так не увидите. Эти аристократы так себе укромненько строили свои жилища. Чтобы, ну, в разное время ими разные чувства двигали. Ну, как говорится, не высовываться с богатством. То, наоборот, укрыться подальше от любопытных глаз. Или когда-то было, чтобы отделить себя от плебеев. Наверное, так. Педральбес – это когда-то была территория довольно далеко. Но она и есть далеко от центра. Поэтому аристократы, чтобы жить где-то на природе. Вот такие дома возводили. Вот. Ну, со временем это стало одним из районов города. Педральбес входит в черту города Барселона. Вот. Значит, я по этой тропе буду идти, 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 идти. Пока не приду к Байдеброну. Ну, походу, дело буду вам показывать что-то интересное. Вот это я, не знаю, иногда встречаются в горах такие сооружения. И на Монсерраде, и что, какие-то технические сооружения, может быть. Иногда слышно там журчащая вода. Может, бомбоубежище. Бомбоубежище я как-то показывала. Они выглядят, ну, как более основательно, скажем так. Ну, вот, смотрите, до конца парка 6,5 километров. В ту сторону 2,5. Я этот парк целиком проходила пешком. Оттуда пешком, по нему пешком. Вот. Туда-сюда по нему ходила. В общем, у меня в видео он есть. Многократно фигурирует. Ну, вот, 31 января. Смотрите сами, какая растительность. Видите, трава побитая заморозками, но уже цветут фруктовые деревья. Цветут здесь ткемали. Ну, дикие здесь сливы, да? Ткемали. Не собирают испанцы дикие сливы. Ну, иногда можно очень редко увидеть, чтобы испанцы собирали. Наших видела. Ну, тоже не часто. Вот. Есть тут красные ткемали, белые ткемали. Растут вот в таком диком состоянии. Вот. Яблони могут вот так в виде таком диком расти. Вот. Так что, ну, вот эти овраги парка Калсерола. Вид на город. Один подписался на меня испанец, наверное. Я думаю, у него аккаунт называется в инстаграме Калсеролопедия. То есть, он изучает Калсеролопедия, природу. И вот ему мои фото нравятся. Выставлю человека в инстаграме. Пускай радуется. У себя в инстаграме он увидит. Места узнает. Так как он, раз не занимается Калсеролопедией, то он в этом деле хорошо ориентируется. Сюда существует в парк несколько подъемов. Видите, тут такая детская площадка своего рода. Несколько подъемов. Вот это вот называется Мирадор площадка, то бишь смотровая площадка. Ну, что с нее смотреть? Вот. Вид на город вполне себе. Вот. Открывается такой обширный. Обзор хороший. Так что смотровая площадка уместна тут. Вот. И вот к этим смотровым площадкам, встречающимся периодически, существуют вот такие козьи тропки, по одной из которых я поднялась сейчас. Смотрите, как тут густо в парке. А я иду здесь, на отшибе. Ну и маску можно приспустить. Вот. Забралась все-таки в гору. Дышать надо свободнее. А хотя маска, я уже много раз говорила, спасает от аллергии, от холодного ветра нередко, в общем, от дыма, от сигуретного, в основном, и вообще от дыма, от каких-то, допустим, неприятных замок, скажем так. В общем, нужная вещь. Ну и понятная, от вирусов. Вот вам цветущее дерево. Пожалуйста. Так, ну идем дальше. Так, связь тут, надо сказать, не очень. Вот. Поэтому снимаю просто видео. Сейчас позвонила по WhatsApp. Маме с папой соединяет вроде, но все время соединение прерывается. Так что... О, смотрите, какие камыши. Идем гуляем. В толпах тут гуляется толпа. Так, ну мы по-прежнему с вами в парке поселок. И вот внизу домишки. И опять вот там вдалеке осталась эта Петральпость. Но не так, чтобы прямо вдалеке, я не так уж далеко отошла. Вот. А здесь тоже, смотрите, такие довольно... Ну... Немалобюджетные дома. С бассейником таким. Публичным. Слично. И в бассейн попадаешь. Я точно не скажу, не знаю. Может быть, вот эта часть... Еще в Петральпес входит. Вот. Хотя здесь уже идет дальше. Там будет Бонанова. Нет, Бонанова еще дальше. Вот. Тоже богатый район, кстати. А сейчас мы будем проходить через район Сария. Как раз. Ну, там разные есть дома, конечно. Ну, в том числе и богатые. Вот. Дорога по-прежнему идет вдоль... Вот так склонов пролегает. Проложенная вот такая туристическая пешеходная тропа. Вот. Это вот склон одной и той же горы. Ну, не одной их тут. В общем, гор Калсерола склоны. Вот такая тропа здесь основательная сделана достаточно давно. Ну, вот я прошла-то всего ничего, чтобы снять следующий, так сказать, сюжет. Помните, было 6,5 километров до туда, теперь 6. О, здесь уже анис пошел в рост. Хотя я опасаюсь вот эти деревья, деревьев травянистые растения семейства зонтичных трогать. Потому что туда же входит вех и болиголов. И они очень похожи, поэтому я их с анисом не очень различаю. Кстати, болиголов и вех весьма... Некоторые из них и виды могут отдавать запахам аниса. И за счет этого очень много отравлений происходит. Смотрите, как розоватый, какой цвет, красивый. Поистине не ошибаюсь, красный это кемали. Сейчас поопределитель засуну. А, это куст миндаля. Просто да, я же сюда не так часто до сюда хожу, потому и не знаю. Да, это миндаль. Красиво так. Такой нежно-розовый цвет выглядит издалека. Очень красиво. На фоне неба голубого тоже красиво. Даже несмотря на пожухлую растительность внизу, все равно красиво. Согласитесь, цветущее растение все-таки. Вот здесь тоже парк, и люди идут по лестнице. Ой, мусор, как всегда, кушается. Это один из парков района Сарфия. Ну, вот такой вот он район. В смысле, парк этого района. Сам район немаленький. И, как я уже сказала, там есть весьма разные дома и квартиры. И на очень тугой кошелек в то же время. Может, на бюджетном, так сказать, вариант тоже есть, но не знаю. Деревья здешнего парка. Ну, вон, видите, как, получается, плавно переходит горы Колсерола. И является его частью, можно сказать. Вот этого горного массива. Горной цепи Колсерола. Поясающего села. Так, ну, по-прежнему перед нами Колсерола. На этот раз и телевышка, и храм правее, наивысшая точка. Это там, где храм, и чуть пониже, это где телевышка. Просто она к нам ближе. Вот. Здание впереди. Это частная школа. Как я уже говорила, в этих районах как раз расположены частные школы. И расположены они, вот как раз именно частные школы, расположены часто там вот таких красивых зданиях. Дорога в этот район. Автомобильная. А тут, видите, закрыта. Ну, как я уже сказала, что парк Колсерола проездной только для спецтранспорта. И есть один участок. Там есть автомобильная часть, что можно автомобильно туда заезжать. А вообще, потому что там жилые дома, которые примыкают. А вообще, по парку Колсерола, это территория только для спецтранспорта. А если вы, то частная лестерола, как на велосипеде, то сейчас все как-то. И самая большая часть его. Вот, 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 вот. И там уже будет район Тибетабу. Там, если вы помните мои видео, тоже там есть частные. Как высокая. На горных велосипедах. Сейчас за пределы своей провинции, да, проживания, довольно проблематично выехать, потому что ограничительные меры действуют. Но, вот, в своем, так сказать, районе, в Туршесе. О, араукария какая здесь. Иногда ее принимают за экзотичную елку, но это не елка. Растение завезено из Австралии, Новой Зеландии. И, ну, прижилось здесь. Видно, подходит ему. Хотя в Австралии, может, оно еще более грандиозно растет. Тут тоже свой мини-педральбес. Ой, вот. Архитектура тоже такая арочная, мавританская. Ну, то бишь, со времен арабского завоевания Испании. Элементы. Ну, вот тоже одно из таких мест парка Калсирола, где на частном транспорте можно, но если вы здесь живете. Тут парковаться. Ну, наверное, гости к ним приезжают на какое-то время. Тоже можно, да? Вот. А затем, господи, какая машинка интересная. А остальные просто так, что, типа, если кому-то захотелось проехать через парк, он не проедет. Ох, какая у них там лоджия наверху. Там с фигурным каким балконом, а это с таким широким прямым. В этом доме я уж не знаю, сколько семей проживает. Тоже придомовая территория. Ну, мы ее не разглядим с вами. В этом месте еще активность есть. У нас тут фуникулер есть. Видите, какая лестница? А вот вниз, нижняя часть этой лестницы. Идем дальше. Ну, вот мы идем здесь опять по дорожной части, где, ну, вот они, конечно, снизу заезжают на автомобилях. Не по всему парку шуруют. Вот. И как раз здесь я увидела испанцев, собирающих дикое растение, которые продают в овощных магазинах. Вот это эспарагус. И я видела, на Маджуике его собирают. Ну, вот и здесь тоже. Ну, неудобно было снимать. Люди там кувырком ползают по склону. Здесь запах шашлыков. Народ жарит. А там точно прям дача наверху. Дача. У нас дача тоже на склоне была. Ну, это не дачные домики. Хотя, может, для кого-то это загородный дом. Здесь живут. У них там, смотрю, конечно, у кого какой дом. Там и бассейн есть внутри. Где-то там во дворе. На каком доме на карантине хорошо. На дворе все есть. А если что-то не так, нужно приусадебный участок в порядок приводить, цветы сажать. Есть чем заняться. Есть дальше. Можно, чтобы было дима, который живет. Освобенно в квартире. Да еще как. Вот некоторые снимают. По комнате там. Взяли тишини. Взяли. Возвращение. 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 И на самом деле. Возвращение. Возвращение. Я не знаю, что у нас вода очень хорошо, но у меня вот эти чужие лица, это такая маленькая область. Ну вот я и жаловалась на то, что да, проблематично было в плане комфорта проживания, скажем, это и так проблематично. Вот люди, когда на какое-то время такой идут, а тут такой получился затяжной аттракцион «Полюби соседа». Тут тоже агава есть и, видите, ирисы. Ирисы у нас, ну смотря, конечно, какая местность есть, где и в марте уже расцветают, когда снег сойдет. Конечно, опять же, от широты местности зависит, есть ирисы, аж в мае. Вот здесь, например, в конце ягваря, тут снеговую упаковку. Есть небольшой груз для ирисов, в принципе, уже хватает. Идем дальше. Смотрите, вот на горном склоне из откуда-то принесенного семечка вырос куст нарцисса. Он очень давнишний уже, не первый год здесь растет. Довольно-таки пышный. Ну вот я вышла из леса, иду уже по дороге. Экзотичный домик здесь. Не было хрюшек, лесных кабанчиков, не встретила людей очень много. Интересно было бы посмотреть, как там во дворе вот этого дома. Вот этот и который Эль Пинар, что на горе я вам показывала. Это как единый комплекс подражания Гауди или иначе там он, его ученики в руку приложили. Вот. Интересно было бы посмотреть, конечно, но, извините, частное владение, ходу нет. А я тут никого не знаю, чтобы меня кто-то пустил. И даже если бы я кого-то знала, не факт, что они прямо вот так бегом сейчас меня бы пустили. Вот вам еще с этого ракурса вид Барселоны. Ой, фокус сбился. Ну, у меня все, в принципе. Если что-то еще будет такое достойное вашего внимания, я включусь. А пока заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Смотрите предыдущие трансляции и это видео. Как говорят, ставьте лайки и все остальное. Ну, это если захотите. Все. Пока. Увидимся.